В последнее время появились преступления нового рода, которые способствовали совершению дистанционных краж банковских счетов путем использования новых технологических и информационных возможностей. Только в Саянске, по данным сотрудников прокуратуры, в 2023 году ущерб, причиненный мошенниками, составил порядка 30 миллионов рублей. Проблема так называемого дистанционного мошенничества все еще очень остро стоит среди граждан, среди правоохранительных органов в части борьбы, разумеется, с данным видом преступлений. У нас в прошлом году был зарегистрирован взрывной рост данной категории преступлений, чтобы вы понимали, количество дистанционных мошенничеств выросло более чем на 100%. Суммарный ущерб, нанесенный гражданам по данной категории преступлений, превысил 30 миллионов рублей. Сейчас еще и по большому количеству преступлений люди берут кредит и после преступления они не остаются без денег. Они остаются без денег и с огромным долгом, который они обязаны погасить. Каждый раз мошенники придумывают новые схемы и махинации, целью которых является хищение обманным путем денег с банковских карт доверчивых граждан. Регулярно в дежурную часть полиции обращаются горожане, сообщают о том, что им поступил звонок от сотрудников банка и предлагают немедленно перевести денежные средства на безопасный счет. Наиболее затратной, конечно, затратной я имею в виду с точки зрения нанесенного ущерба, является вот эта вот схема мошенничества, когда человеку предлагают перевести деньги на так называемый безопасный счет, на счет Центробанка. Это по-разному называется. Я общую схему расскажу сейчас с несколькими ответвлениями, как это бывает. Но я надеюсь, что получится охватить абсолютное большинство совершаемых в данной сфере преступлений, способов и тех диалогов, скриптодиалогов, которые используют злоумышленники. Как правило, выступает звонок через мессенджер. Чаще всего на сегодняшний день мы это регистрируем. Это WhatsApp, это Viber. Объясню почему. У нас звонки через GSM, через обычную телефонную сеть, они регистрируются. Их можно найти. Конечный абонент, который осуществляет вызов, инициатор вызова, он в конечном счете где-то находится, и эта информация может быть найдена. Звонки через интернет-мессенджеры по большому счету абсолютно анонимны. Злоумышленники звонят горожанам через популярные мессенджеры, присваивая логотип организации или эмблему ведомства, представителями которой они якобы являются. Аферисты таким образом пытаются получить данные банковской карты и коды из SMS для входа в личный кабинет и доступа к средствам на счетах, сообщают сотрудники прокуратуры. Через мессенджер можно ставить себе аватарки. Все знают картинки, что туда ставят мошенники. Они ставят туда логотипы известных банков, они ставят туда логотипы правоохранительных органов. Ты лишен этой возможности при звонке по GSM. Просто будут цифры. А у многих теперь еще и в телефонах стоят, кстати, это тоже очень хорошо. Всевозможные автоопределители номера, они производятся известными компаниями, когда тебе уже плюс-минус показывают регион, иногда показывают даже сферу, откуда этот звонок. Мессенджер опять же, да, этой функции лишен. Значит, поступает звонок и человеку начинают говорить о проблемах. О проблемах. Какого рода проблемы ему предлагаются? Ему предлагаются проблемы, связанные с потерей доступа к его аккаунту госуслуг. Ему предлагаются проблемы, связанные с тем, что на его имя кто-то взял кредит или пытается взять в данный момент. Ему говорят о том, что только что была совершена крупная операция по покупке. Чего бы то ни было. Не имеет значения чего. И аккуратненько, опять же, да, мы говорим о социальной инженерии, с человеком начинают работать. Работают в сторону убеждения в том, что он разговаривает с компетентным специалистом, с контролирующего правоохранительного органа, либо со стороны собственного банка. По статистике, в большинстве случаев люди теряют свои сбережения не потому, что их счета взламывают хакеры. Владельцы банковских карт чаще всего сами сообщают мошенникам их полные реквизиты, включая номер, срок действия, трехзначный код, а также пароли и коды, которые банки присылают для подтверждения операций. Сами люди зачастую начинают говорить, и какие у них были операции, и какие карты в каких банках у них есть. Они это рассказывают, они доверяют позвонившему. И предлагается эти деньги вводить на так называемые безопасные счета, либо иным способом. При этом у нас умышленники не гнушаются тем, что они могут отправить фотографию документов, например, удостоверение сотрудника правоохранительного органа. Могут отправить какие-то выписки банковские, могут отправить договоры от этого человека составленные. Причем составляется это все очень быстро. То есть, если мы сидим перед компьютером, прямо сейчас разговариваем, как только мы знаем ФИО, буквально через 3-5 минут мы уже можем предоставить договор с человеком, имеющим соответствующие анкетные данные. Это, конечно, тоже способствует укреплению доверия в этой беседе. Свою жертву злоумышленники могут обрабатывать несколько часов. Они действуют осторожно, чтобы человек не заподозрил ничего странного. Мы неоднократно встречались с случаями, когда разговоры длятся часами. Три часа, четыре часа его введут. Обязательным условием этих разговоров служит запрет на общение с кем-либо из родственников. На обращение в сам банк или его какой-то филиал подразделения на местах. Родственники исключаются, потому что сейчас не время. Это все идет в спешке. Тебя подгоняют. Это очень важный момент всей этой схемы. В банк обращаться нельзя, потому что, собственно, они же тебя оборудуют. Они мошенники. Они причина того, что ты сейчас вынужден деньги спасать. Проектельные органы тоже нельзя, разумеется. Все, тебя оставляют в вакууме с потерей, мнимой потерей денег и необходимостью торопиться. Звонят в вечернее время до утра, беседы ведут, пока банк не откроется. Такие у нас есть факты. Все, человек приезжает в банк. Переводит деньги, которые у него есть. Зачастую кредитуется. Зачастую едет в другие отделения банков. Кредитуется там, возвращается, переводит. Эти деньги уходят. Как они потом распределяются, это уже вопрос дальнейшей длительной оперативно-следственной работы. И установление того, что они ушли куда-нибудь за границу, почти наверняка гарантирует, что вы эти деньги уже не сможете вернуть. В настоящее время правоохранители взаимодействуют со службами безопасности банков с целью работы с новой угрозой по линии преступлений, связанных с легализацией и обналичиванием денежных средств. Банки и кредитные организации тоже заинтересованы в этой работе, потому что они имеют негативные последствия, связанные как с имиджевым уроном, просто клиенты банков негативно начинают относиться к этому, так и с вполне конкретным материальным вредом. Все-таки надо понимать, что не все, кто взял эти кредиты, их когда-то смогут вернуть. И определенные проблемы здесь есть. Большинство банков работают в тесной взаимосвязи с проходительными органами. Как уже говорил выше, у Сбербанка отдельное подразделение есть, которое работает по данному направлению. Но и надо заметить на местах с людьми, которые непосредственно работают с населениями, кассиры, операционисты, они также настроены на то, чтобы внимательно относиться к проводимым операциям, к тому, что происходит. И при возможности, надо напомнить, что они не обладают какими-то особыми полномочиями, они просто могут это сделать в виде доброго совета. В последнем случае, несмотря на предупреждение сотрудников банка, жительница Саянская лишилась своих накоплений и перевела свои сбережения мошенникам. Потерпевшая обратилась в отдел полиции и в процессе установления всех обстоятельств стало известно, что для снятия денежных средств она обратилась в отделение Сбербанка. И в процессе общения с кассиром-операционистом последняя отказалась проводить операции. Несколько раз прямо сказала, что вы разговариваете с мошенниками, вы понимаете, что у вас деньги сейчас украдут. Все, что я вам сейчас выдам, вы потеряете. При этом потерпевшая обращалась в банк, находясь на связи с мошенниками. То есть я уже говорил, они ведут плотно очень эту работу с той стороны телефонной трубки. И убедились, что это очередной пособник, который пытается ваши деньги украсть. Произошел там даже небольшой конфликт. Женщина была вынуждена уйти из банка, не сняв деньги. То есть здесь. Но, к сожалению, не произошло здесь счастливого конца, потому что обратилась уже совершенно, знаете, если позволите, бездушному устройству в виде банкомата в другом банке. И из банкомата она эти деньги сняла и перевела на свой, мы опять возвращаемся к этому выражению, безопасный счет. То есть счет мошенников, откуда деньги, конечно, были похищены. Аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана. Единственный способ избежать денежных потерь при встрече с мошенниками – критически воспринимать любые предложения, перепроверять информацию и никогда не торопиться при принятии финансовых решений. Редактор субтитров А.Семкин